12 сентября, в это воскресенье, мы организуем большую общую встречу, общий сбор в заводском районе, сквер Марина Роскова, это мой одномандатный избирательный округ, это территория Гайпарка, чтобы все было абсолютно законно и согласовано, и на эту встречу приедет мой товарищ Павел Николаевич Грудинин, вы все его знаете, любите, цените, человек, который показал невероятные результаты, достиг, да, даже при этой убогой, неэффективной системе, показал, что можно очень-очень эффективно работать, да, если ты нацелен не на удовлетворение, там, интересов кармана своего, да, на удовлетворение интересов общества, трудящихся, да, жителей и так далее. Вот, Павел Николаевич приедет в воскресенье и, собственно, будет большая насыщенная программа, мы ее озвучим далее, но самое главное, что каждый должен для себя подчеркнуть, это непосредственно вот эта встреча в 5 часов в сквер Марина Роскова и заводской район. Никто ничем не рискует, это абсолютно легально, потому что нам не могут отказать в проведении этой встречи, вот, и здесь, собственно, будет возможность увидеться, задать, может быть, какие-то вопросы, пообщаться, у кого есть такое желание, да, не только со мной, но и с нашими товарищами, в частности, с Грудининым. В общем, у меня огромная просьба эту информацию распространить, потому что вряд ли это анонсирует телевизор и об этом скажут по радио, скорее всего, напротив, будут пытаться отвлекать, да, нас от этой повестки важной, да, и говорить о том, что, я не знаю, там, очередные угрозы страны Америки или Украины, да, нашей стране или там Саратовской области угрожают. Вот, между тем, неважно, где проживаете, да, если есть возможность, обязательно придите, заставим власть содрогнуться, потому что на сегодняшний момент жулики творят все эти бесчинства, в первую очередь, потому что не боятся ответки с нашей стороны, не боятся никаких, собственно, каких-то коллективных решений, да, заявлений, требований и спокойненько продолжают нас грабить. За последние 20 лет Единая Россия не приняла ни одного хорошего закона, ни единого хорошего закона, представляете, какие в их руках полномочия, какие возможности, какие ресурсы, и при всем при этом ни одного закона, за исключением закона о валежнике, где нам разрешили ветки в лесу собирать, и то возьмешь больше одной, да, будут претензии, еще и арестуют, и такие решения, к сожалению, имели место быть. Но, тем не менее, да, все реформы проваленные, они не останавливаются, они идут дальше, потому что понимают, что люди разрознены, люди разобщены, люди, каждый сам на себе, да, как говорится, зациклен, да, и это для них самая лучшая ситуация, поэтому давайте вот этот тренд ломать, да, менять и заставим этих жуликов вздрогнуть, поэтому в 5 часов приходите и, самое главное, распространите эту информацию, расскажите друзьям, потому что, я думаю, Павел Николаевич многие знают и не понаслышке, да, видят вот эти вот результаты, да, которые он смог достичь, и, наверное, действительно, вот эта ситуация, она максимально благоволит, что вот именно сейчас, в преддверии выборов, все-таки выборы уже на следующей неделе, вот, 19 сентября, плюс два дня досрочки, которых, на самом деле, наша задача-то развенчать эту ложь, что никакой досрочки быть не может, потому что это просто механизм для фальсификации, да, чтобы ночью жулики переписывали итоги голосования, поэтому перед выборами это, конечно, очень и очень нужно, поэтому очень благодарен Павлу Николаевичу, что не отказал в этой помощи, поддержке и коммунистической партии, руководству, да, потому что я понимаю, насколько сегодня загруженный график у наших товарищей, и, собственно, видите, вот та самая поддержка, о которой многие спрашивают. В общем, имейте в виду, информация очень важная, и я лично буду присутствовать, надеюсь, вылечу голос к этому времени, да, чтобы поделиться с вами своими мыслями, да, отвечать на вопросы, там, пообщаться, кто будет такое желание, вот, и всех ждем, обязательно ждем. Молчать бессмысленно, терпеть бесполезно, надеяться, ну, просто это что-то не самое продуманное, да, не самое лучшее решение, потому что мы все это пробовали, получается только хуже, получается только еще более страшные последствия, поэтому нужно брать ситуацию в свои руки, и люди, которые говорят о том, Николай, ну, когда, ну, когда публичные мероприятия, когда акции, когда, ну, что такое, блин, ну, вот, пожалуйста, да, у нас с вами больше половины недели на организацию, чтобы как можно больше людей пришло, поэтому приходите, вот, и в конечном итоге поддержите меня, как кандидата в депутаты Государственной Думы, который идет по данному округу, это мой родной заводской район, я там родился, я там всю жизнь прожил, проживаю сейчас, вот, вот, это самое, что ни на есть его сердце, самый центр, вот, очень удобно, транспортная доступность, это Новоастраханское шоссе, очень много общественного транспорта, те, кто ее передвигают с ней на автомобиле, вот, приезжайте и распространяйте эту информацию.